Украинская реформа образования. 5 лет спустя. Филетон прогноз. Игорь Романович, автор блога «Грин Ти». Поздравляем Украину с продвижением образовательной реформы, ведь вклад в развитие вашей молодежи – залог нашего будущего. Посольство США на Украине. Уже совсем стемнело, когда Николай, опасливо озираясь по сторонам, пришел на точку. Дилер, невзрачный тип в синей китайском пуховике, стоял на привычном месте под тусклым уличным фонарем. Он равнодушно посмотрел на Николая. «Гроши принес? Товар?» – спросил Николай. «Как заказывал?» – сплюнул семку барыга. «Гроши гони». Николай вынул из кармана свернутый в тугую трубочку купюры и протянул дилеру. Тот небрежно подбросил трубочку на ладони, словно определяя сумму на вес, спрятал ее в карман и протянул Николаю перетянутый скотчем пакет. «Смотри, передус не получи!» – заржал барыга вслед быстро уходящему в темноту Николаю. В глубине переулка Николай остановился и прислонился к обшарпанной стене какого-то здания с выбитыми стеклами. Сердце бешено стучало. Дрожащими руками он спрятал пакет на дно своего рюкзачка, еще немного постоял, успокаивая дыхание, огляделся и поспешил домой. Ему оставалось пересечь последний перекресток, за которым уже виднелся его дом, когда властный окрик заставил его замереть. Николай посмотрел вправо и похолодел. Под неработающим светофором стояла обшитая железом патрульная машина, переделанная из какой-то древней иномарки, а рядом с ней, у бочки с горящими дровами, грелись трое национальных гвардейцев. Четвертый скучал у пулемета «Максим», установленного на крыше патрульмобиля. «А ну иди сюда!» повторился окрик, и Николай на негнущихся ногах поплелся к патрульным. Подойдя, он, как положено, три раза присел, тронул себя за нос, развел руки в стороны и прокричал «Слава Украине!» Патрульные в ответ небрежно зиганули, буркнули героем славы и принялись хмуро рассматривать Николая. «Ты чего тут ночами ходишь? Яксепор-деферсант!» Мрачно поинтересовался бритый наглый крепыш в синих шароварах, перепоясанных широким поясом, из-под которого торчала потертая рукоятка нагана. Судя по всему, он был старшим патруля. «У Кума, быв у пригороди, великий праздник у него. Его сынка взяли уборщиком в супермаркетах в Кракове», – заторотурил Николай, все еще надеясь, что пронесет. «Спешу до хаты с последней пригородной конки!» «Грамотный хлопец, раз достиг таких высот!» – уважительно покачал головой старший и вздохнул. «Я и своему говорю, учись, дурень, а то будешь всю жизнь бытовых сепаров ловить, як твой батька, и в Европе карьеру официанта не зробишь. А еще у тебя в рюкзаку, пани!» Николай молча снял рюкзак и поставил его на землю. «Грытько!» – крикнул старший. «Глянь, еще у него там!» Долговязый парень в застиранном натовском камуфляже поправил каску с эмблемой СС, пробурчал. «Як бы ты мне не попросил глянуть ковбасу обо сало!» Неохотно подошел, присел на корточки и открыл рюкзак. Николай напрягся и невольно закрыл глаза. «О!» – удивленно воскликнул Долговязый. «А тут и правда ковбаса тасала и даже горилка!» «А это вам, панове, обычные лыцари!» – радостно сказал Николай, укратко вытирая поцелба. «Угощайтесь в течь удачного трудоустройства кумова сына!» Проверять рюкзак никто дальше не стал. Главное уже было найдено, на что и рассчитывал Николай. Гвардейцы напоследок сняли с него часы и шапку на нужды АТО. Уже никто не помнил, кто это и почему у него такие нужды, но привыкли безропотно жертвовать. И отпустили, пожелав счастливого пути. «Господи, живой!» – жена кинулась Николаю на шею. «Я каждый раз с ума схожу, когда ты туда уходишь. Дети уже спят». Николай поцеловал жену, устало опустился на стол в прихожей и вынул из рюкзака сверток. Через несколько минут они уже жадно рассматривали добычу. Старый, еще советский, потрепанный букварь для младшенькой, учебник химии для среднего сына и учебник физики для старшего. Жена прижимала груди, слегка обгоревший по краям томик Пушкина и счастливо плакала. Тихо и уютно потрескивала буржуйка, за окном уже начинало светать, над Киевом вставал новый день 2022 года. Точнее, по недавно принятому календарю, 9-й год от сотворения Майдана. Игорь Романович, автор блога Green Tea. Украинская реформа образования, 5 лет спустя. Филетон прогноз. Филетон прогноз.